Первый шаг для качественного сведения вокала – это качественная запись. Ключевым для качественной записи вокала является фиксированное постоянное расстояние между вокалистом и микрофоном на протяжении всего трека. Для стабильного уровня громкости на протяжении всей записи. Профессиональные вокалисты знают это и грамотно используют. Слегка отклоняясь от микрофона, когда берут более громкие экспрессивные ноты и приближаясь к микрофону, когда очень тихо шепчут. Конечно, найдутся диванные эксперты в интернете, которые скажут, что это не играет никакой роли, поскольку все может исправить компрессия. Но нет, это так не работает. Покажу на примере. Если динамический диапазон нашего вокала высокий, мы устанавливаем порог компрессора там, где хотим сбрить пики, чтобы снизить динамический диапазон. Однако, если громкость вашего вокала нестабильна, как только вы установите порог компрессора в какой-то определенной точке, это вызовет сжатие в одних участках, а другие участки совершенно не затронет. И, конечно же, это будет звучать как явная ошибка. Например, вот в этом вокале. Смотри, как изменяется средняя громкость. Если мы установим порог компрессора здесь, смотри, что будет происходить. Вот здесь мы видим довольно сильное сжатие. В то же время, вот в этих участках компрессор совершенно не срабатывает от слова совсем. А нам нужно, чтобы компрессор работал постоянно, стабильно, одинаково на протяжении всего трека. Можно, конечно, открыть этот сэмпл двойным щелчком и отредактировать его в аудиоредакторе. Здесь можно воспользоваться либо техникой нормализации аудиофрагментов, которую я показывал в предыдущем видео, ссылка в описании, либо воспользоваться автоматизацией огибающей громкости и вручную компенсировать отличия в громкости там, где это требуется. Примерно вот таким образом. То есть вручную нарисовать, где громкость должна уменьшаться, чтобы выровнять нашу динамику. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Перетаскиваем в плейлист. Вот мы видим, что результат гораздо лучше. Динамика стала гораздо ровнее, чем в исходном примере. Это действительно хорошая техника. И мне нравится показывать ее людям. Но проблема в том, что это лишь короткий фрагмент. Представьте, что у нас огромный, длинный вокал или несколько дорожек вокала, где надо выровнять эту динамику. И представьте, сколько времени это займет, если делать все вот так вот вручную. К счастью, существует плагин, который делает все то же самое за нас. Это плагин Vocal Rider от компании Waves. Стоит он на данный момент 29 долларов по скидке. Конечно же, ты можешь купить этот плагин и использовать его. Если бы ты те же деньги вложил в обучение в нашей онлайн-школе, то ты бы знал, что то же самое можно сделать совершенно бесплатно с помощью встроенного в FL Studio пресета для патчера, который точно так же называется Vocal Rider. Мне нравится использовать его следующим образом. Установим таргет на 3 часа и Sensivity на полную катушку. Теперь можно выделить наш сэмпл, нажать Ctrl-Alt-C или Command, если у вас Mac. Здесь обязательно убедитесь в том, что стоит галочка Enable Insert Effects. Посмотрите на эту идеально ровную динамику. И это буквально за 10 секунд, благодаря знанию того, что уже встроено у тебя в FL Studio по умолчанию. Это можно и нужно использовать для любых типов вокала, диалога, закадрового голоса, озвучки и так далее. Представь, что мне пришлось бы вручную автоматизировать громкость на протяжении часового подкаста. А благодаря Vocal Rider все это делается за 10 секунд. Конечно, можно обойтись без него вполне, но с ним определенно намного проще. Так что забудь о дорогих плагинах, инвестируй деньги в свое образование. Ставь лайк этому видео, если оно было полезным. Обязательно подпишись и поставь колокольчик, чтобы получать вовремя уведомления о новых полезных видео. И, конечно же, если у тебя остались вопросы, напиши их в комментариях. На этом у меня все. И пока, до новых встреч в новых видео.